И сегодня тема моей проповеди. Семь лет церкви, это год субботы. Вы знаете, что по Библии число семь – это священное число, это юбилейное число, это число шаббат, это год насыщения Господом. И место, которое об этом написано, оно написано и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Мы можем прочитать послание в книге Левит, 25 глава с 1 стиха. Написано так. «И сказал Господь Моисеев на горе Синая, говоря, «Объяви сынам Израилем и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. Шесть лет засевай поле твое, шесть лет обрезай виноградник твой, собираем произведения их, а в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня, поле твоего не засевай, виноградника твоего не обрезай, что само вырастет на жатве твоей, не женай, и гроздов необрезанных лост твоих не снимай, да будет это год покоя, покоя земли». И дальше продолжается в этой же главе 17 стиха. «Не обижайте один другого, бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои, и храните законы мои, исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней, если скажете, что же нам есть седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших. А я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года». Такое повеление нам от Господа, и Бог повелел еще в Моисеевом законе о том, что седьмой день – это день покоя, это когда земля должна отдыхать. И вы знаете, это только, конечно, прообраз. Это не то, что мы не должны в этот год совсем ничего делать. Конечно, мы будем и сеять, и будем и пожинать, но в большей степени это год, седьмой год, такой юбилейный, это год насыщения. Это когда мы призваны просто пребывать в Боге, в большей степени пребывать, находиться в покое, насыщаться Его Божьим присутствием, наслаждаться Его Божьими откровениями. И я бы хотел еще открыть Новый Завет. И в Новом Завете, это написано в Евангелии от Матфея, 18 главе, вот если так сравнить Новый Завет и Ветхий Завет, то, конечно, Новый Завет имеет такое колоссальное преимущество, потому что в Евангелии от Матфея, 18 главе, 21 стихе, 22 стихе написано. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брата моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? По слову Петра приводит число семь, потому что знаю, что это священное число, и, наверное, семь раз в день прощать достаточно. Но Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до седмижды 70 раз. То есть это 70 умножить на 7 будет, 490 раз в день мы призваны прощать. И вот если вы сравните Ветхий Завет и Новый Завет, по Ветхому Завету мы призваны в юбилейный год, на юбилей, мы призваны отпускать, прощать своим должникам, мы призваны прощать. По Новому Завету мы в день призваны прощать до 490 раз. Можете себе представить, какая разница? Ну, то есть прощать бесконечно. Разница в чем? Разница в том, что Иисус Христос нам дает столько любви, чтобы покрыть все те грехи, которые против нас в этом не происходят, и в этом огромная колоссальная разница Нового Завета. И поэтому это год милости, это год прощения, это когда милость превозносится над судом, это когда мы отпускаем своих должников, если кто-то нам должен, прощаем им невменяемых преступлений их. Это Бог просто настолько хочет насытить, благословить нашу церковь, чтобы мы просто приизобиловали в этом году. Поэтому я хотел бы так коротко вместе с вами помолиться за этот год, чтобы он стал для нас годом благословения, годом юбилейным, годом насыщения нашим Господом. Слава тебе, всемогущий Бог. Я благодарю тебя за твое Божие присутствие. Господь, насыть нас в этом году так, чтобы нам всегда было чем поделиться, Господь Иванович, с любым человеком, который попросит, который будет жаждать, чтобы нам дать им пить, который алчит, чтобы нам дать ему есть, и было из чего дать, чтобы у нас всегда была изобилие, Господь Отец Осана, Господь Иванович. Более всего просим, вот, дай нам любовь, чтобы, Господь Иванович, наши сердца просто приизобиловали Твою любовью, Твоим Божьим присутствием, чтобы нам можно было сразу же прощать, Господь Иванович, не вменять, Господь, в преступлениях, не вменять грехов, которые совершились против нас. Просто благословлять обижающих нас, Господь, любить ненавидящих нас, благословлять проклинающих нас, всячески благотворить тех, кто гонит нас, Господь, всячески злословит за те добрые дела, которые мы имеем во Христе Иисусе. Этим отличается живая церковь Иисуса Христа, Господь. Путь для нас этот год будет годом изобилия, Господи, и насыщение тобой. Спасибо тебе, дорогой наш Господь, тебе за все слава, честь, хвала и величие. Во имя нашего Господа Иисуса Христа мы молились. Аллилуйя. И Церковь Божия скажет Аминь. Будьте благословены.